Всем привет! Вы на канале С нами по пути. И сегодня мы едем в один прекрасный итальянский город, который расположен вдали от основных туристических маршрутов и называется он Триест. В Триест мы едем из Любляны, столицы Словении и прежде чем добраться до границы с Италией нам нужно выехать на автомагистраль Е61. Здесь достаточно плотный трафик, но зато много больших заправок, на которых попадаются неплохие кафе и рестораны. На одну из таких заправок мы решили заехать, так как с утра совсем не было времени на завтрак. Сейчас мы остановились позавтракать в сети ресторанов Марше. Это такая сеть, которая находится в Европе, а также в Северной Америке. Вообще, мне кажется, она швейцарская. Вот, может, могу ошибаться. В общем, сеть очень хорошая, здесь хороший выбор продуктов, но единственный минус, она очень дорогая. Вот, и тем не менее, если что-то выбрать, одно какое-нибудь блюдо, можно, в принципе, достаточно сытно перекусить. А также здесь есть разные детские зоны, где ребенок может отдохнуть. Да и вообще, здесь просто приятно провести время. Итак, Марше. Они бывают разные. Есть Марше-кафе, а есть Марше-ресторан. В принципе, внешне они выглядят совсем одинаково. Разница лишь в размерах, а также количестве блюд на выбор. И если вы голоден, то в ресторане у вас нет шансов. Все эти красивые прилавки вас непременно примагнитят и заставят что-нибудь купить. Для того, чтобы сделать заказ, вам необходимо выбрать тарелку, которые имеют разные размеры и вместимость. Затем накладывайте в нее еду, сколько сможете. Ну или сколько вам надо. Все равно платить будете, как за одну тарелку. А вот хлеб, сладкое и напитки идут поштучно. То есть, булка, бутылка или кусок торта. Закончив с нашим поздним завтраком, идем в машину, чтобы двигаться дальше в триезд. Кстати, расстояние от Любляны до Триеста всего 100 километров. И несмотря на это, погода в этих городах абсолютно разная. Например, всю дорогу, пока мы ехали по Словению, кругом лежал снег. Но стоило нам пересечь границу с Италией, и климат резко изменился. Здесь было солнечно и пахло весной. Мы доехали до города Триест. Оставили машину на парковке. Парковки, надо сказать, здесь не дешевые. В центре города мы оставили час стоит евро 40. Можно оставить на полчаса. Это 70 центов. Но нам нужно минимум 4 часа. Вы сами считаете, сумма приличная получается эта парковка. Хотя, в принципе, в центральной Европе это нормальная цена, и в Германии еще дороже. Мы пойдем осматривать этот интересный город. Вообще, он очень старый. Насколько я помню, читал в книжке, что первые стены, которые здесь были основаны еще 30-е годы до нашей эры. Поэтому, что здесь было, можете себе представить. Наверняка построили что-то красивое. И это придется сейчас все посмотреть и заснять на камеру и показать всем вам. Субтитры создавал DimaTorzok Город Триест расположен на северо-западе Балканского полуострова и является административным центром провинции Триест. Во всех странах бывшей Югославии его называют Трст, а во времена Юлия Цезаря звали Тергест. Но это было еще в 33-м году до нашей эры. Город Триест В конце 19 века Триест был частью Австро-Венгрии. Он очень бурно развивался и стал одним из самых крупных городов Среднеземноморья. Его называли «жемчужина австрийской ривьеры». И в зимние месяцы здесь отдыхали высшие слои венского общества. Сейчас в Триесте проживают более 200 тысяч жителей, и преимущественно они итальянцы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Сейчас мы пришли на главную площадь Триеста, где проводится Рождественский базар. Как вы уже помните, мы сравниваем разные города и разные Рождественские базары в разных странах мира. И какой он в Триесте мы сейчас посмотрим. Рождественский базар в Триесте разбросан по всему пешеходному центру. Но все-таки самым почетным местом, конечно, является Центральная площадь Единства Италии. Хотя количество палаток здесь ограничено, а основная их часть расположена на соседних улицах. Помимо привычных новогодних украшений и сувениров, базар в Триесте запомнился нам большим количеством разных мелочей, которые так или иначе связаны со сказочной магией. Здесь было полно каких-то веников, гномиков и других символов, оберегающих уют в доме. А еще мы увидели огромную коллекцию каких-то роботов, собранную из разных металлических деталей. Не знаем, на кого рассчитан этот товар, но армия роботов была просто огромна. И так далее. Нагулявшись по Рождественскому базару, мы постепенно сместились с главной площади города и решили зайти в одно из многочисленных кафе, просто наугад. Сейчас мы зашли в кафе, который находится в 100 метрах от главной площади, на одной из улочек. Кафе здесь очень много. Посмотрели меню. Меню достаточно дорогое. Кофе, например, здесь стоит 2,5 евро. И на первый взгляд это дорого, но если зайти в кафе, который находится на самой площади, там уже кофе стоит 5 евро. Вроде как и не так и дорого. Можно выпить кофе, съесть какой-нибудь тортик. Вот, а вообще, конечно, антураж располагает. Это кафе называется Городское и открыто почти 200 лет назад. Мне кажется, тут любое кафе открыто 200-300 лет назад. Если городу уже 2 тысячи лет, то, конечно... Чао! Чао! Привет! Хорошо! Заказав кусочек тортика, песочное печенье с джемом и кофе, мы решили отметить сдачу Олиного экзамена и получение очередного диплома. Поэтому заказали коктейль Апероль Шприц, о котором уже рассказывали, когда были в Клагенфурте. И каково же было наше удивление, что к алкоголю здесь принято подавать закуску. Нам принесли обжаренный хлеб с оливковым маслом, томатное пюре с перцем, вкуснейшие вяленые помидоры, а также соленые оливки с огурчиками. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас вышли на улицу и пытаемся поймать последние лучи солнца. А так как сегодня самый короткий день в году, то есть шанс, что Триест придется осматривать в темноте. Поэтому спешим. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прогуливаясь вдоль гранд-канала города Триест, который выходит в Триестский залив и Адриатическое море, мы встретили православную церковь Святого Спиридона. Она была построена еще в 19 веке и сейчас принадлежит сербской православной церкви. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А это тот самый писатель Джеймс Джойс, который написал у Лис. Дело в том, что Джеймс Джойс долгое время проживал в городе Триест. И его памятник стоит на этом мосту, где каждый день он ходил из своей квартиры в кафе, где проводил вечера. Не знаю, как будет меня слышно. Дело в том, что сзади меня ведется ремонт. И мы пытаемся заснять уже десятый дубль между каким-то треском, отбойным молотком и грохотом какого-то автомобиля. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Пока ходили по центральным улицам Триеста, мы то и дело натыкались на палатки Рождественского базара, которые постоянно манили нас своим изобилием. Особенно это касается местного сыра и вина. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Когда в городе совсем стемнело, мы стали искать какой-нибудь ресторан. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И проходя мимо магазинов с красивыми витринами, мы никак не могли отыскать работавший ресторан. Бары работали, магазины тоже, но все до единого рестораны были закрыты. И только когда дошли до парковки, то наконец-то увидели заведение с названием «Еда», двери которого, к счастью, были открыты. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ура! Наши получасовые поиски наконец-то дали результат. И мы попали в рай, а именно в гастрономический центр Италии, филиалы которого сейчас открывают по всему миру. Такие центры есть и в Европе, и в США, есть, например, и в Бразилии. А недавно Италий открылся в Москве. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итальянцы, как всегда, в ударе. На полках мегалитры высококачественного оливкового масла. А также бесчисленное количество сортов риса для любимого ризотто. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И, естественно, тонны макарон, то есть итальянской пасты. Она здесь также на любой вкус всех видов, типов и размеров. Есть белая, черная, красная, зеленая. В общем, любая. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Конечно, здесь также полно шикарных сыров. Но все-таки больше запомнился уголок еды заморской. Особенно вот этот деликатес. Баночка с маринованными овощами по 18 евро за килограмм. А также филе голубого марлина по цене 144 евро за килограмм. Но что вы хотите, это ведь голубой марлин. Самая быстрая рыба на планете. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В общем, атмосфера тут очень располагает к еде. И хотя местные рестораны также были закрыты, кафе с закусками все-таки работали. И в одно из таких заведений мы зашли. Перед тем, как уехать из Триеста, мы решили перекусить. Вообще, мы собирались поужинать где-нибудь в ресторане морской кухне. Но нам нужно уехать уже в 6 часов. А рестораны, как оказалось, открываются с 7. К сожалению, мы не попадаем ни в один ресторан, потому что просто все банально закрыто. Открыты только некоторые кафе, где можно съесть уже готовую еду. И одно из таких заведений, это кафе Италия называется, находится прямо на набережной. Здесь отличный магазин, где можно купить разные продукты, пасту, мясо, оливковое масло. В общем, все, чем богата Италия. И также можно поесть пиццу. Пицца немножко отличается от той, что мы привыкли. Здесь она везде толстая. Это даже не пицца, а фокаччо здесь написано. Мы взяли на пробу несколько видов. Одна из них с анчоусами, с перцем и помидором. А еще мы взяли с шейкой, а также со строчателлой. Это что-то такое похожее на моцареллу, только более жидкое. Также я взял фокаччо с луком. Я никогда ее не пробовал, мне даже просто было интересно попробовать ее на вкус. А Оля, естественно, взяла попробовать с лососем. Ну, как бы понятно, строчателла с лососем, хлеб. Да, и конечно же, конечно же, конечно же, мы взяли, все уже перепуталось здесь, где что. Я взял мороженое с миндалем, а Анастасия взяла мороженое с йогуртом. Честно говоря, по цвету они абсолютно одинаковые, даже не знаю. Настя, это твое. Это с йогуртом. Надеюсь, вдруг у него посыграно. Вот это с миндалем. Ой, какой вкусный. Дайте-ка я еще ложечку съем. Я как-то даже не ожидал, что так круто будет. Итальянцы, конечно, готовят просто супер. И продукты у них очень крутые. И мороженое, пожалуй, одно из самых лучших, что мы ели. Ну, конечно, у Оли на первом месте Хагендас американская, а по мне так все-таки итальянская, наверное, на первом месте. Будем отдыхать, есть и скоро отправимся в Любляны. А на сегодня это все. Спасибо всем, что вы посмотрели этот выпуск до конца. Не забывайте поставить лайк, если вам понравилось это видео. Подписывайтесь на наш канал и не пропустите следующие выпуски. Встретимся в эфире совсем-совсем скоро. Всем удачи, всем пока! Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok